Впервые в истории Алтайского края в эти выходные на Барнаульском городском пляже состоится чемпионат России по экстремальному водно-лыжному спорту вейк-борд-катер. Спортсмены, скользя на доске по воде за катером, будут выполнять сложные акробатические трюки и элементы. В соревнованиях примут участие около 50 спортсменов из 23 регионов России, в том числе известные вейк-бордисты страны. И с одним из них мы пообщаемся прямо сейчас. У нас в гостях Александр Бослер, трехкратный чемпион России по вейк-бордингу в кабельной и катерной версии. Что это такое, мы узнаем прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это за вид спорта? Давайте расскажем немного тем, кто еще не посвящен. Как я, когда готовилась к этому интервью, я впервые узнала, что у нас есть такой вид спорта. Катерный вейк-бординг – это альтернатива сноуборду, зимнему виду спорта. То есть, получается, едет катер, за ним идет волна. Эта волна формируется в виде трамплина, благодаря которой спортсмен вылетает и делает какие-то акробатические элементы, как сальтовые, так и осевые вращения. Откуда родом вообще этот вид спорта? Этот вид спорта пошел от серфинга. То есть, когда серферам надоело ждать свои волны, то есть, как правило, когда ты выплываешь на серфинге, ты в море сидишь и ждешь волны по 30-40 минут. То есть, им это не понравилось, они решили перезать веревку и уже начали пробовать. Сами создавать себе волну, да, и поехали. Нет, не волну, а как-то за веревкой уже, то есть, благодаря буксированию. То есть, едет гидроцикл или катер и буксирует уже серфером на доске. После чего уже начали переходить на катер, и этот вид спорта начал набирать популярность в мире. Ну, вот вы уже начали рассказывать немножко отличия, пояснять две версии, какие кабельная и катерная. Какая из них наиболее популярна у нас в Алтайском крае? Как бы у нас в Алтайском крае более популярный кабельный викбординг, потому что за катером довольно бюджетно выходит потренироваться, а на кабели дешевле уже. То есть, также есть скидки для детей и секции для занятий этим видом спорта. То есть, там стоит два трамплина, перила, с которых вы можете прыгать и скользить по периле. Также можно вылетать с флэта. Флэт – это когда спортсмен оттягивает кабель и вылетает вверх за счет зарезки и правильного движения. Это же травматичный очень вид спорта, как вот мне кажется. А как дети могут этим заниматься? Как правило, скорость на кабельном викбординге и на катерне не сильно большая, и это вода. То есть, в воду приземляться всегда мягче, чем нежели на снег или на лед. На снег мягкий, конечно, тоже не травмоопасно. То есть, по снегу тоже, да? По снегу тоже, да. Но по снегу более травмоопасно, я считаю, потому что снег, он все-таки твердый, и как ты себя поведешь на склоне, непонятно. А тут ты держишься за веревку и падаешь уже в воду. То есть, вода тебе смягчает удар. Какого возраста спортсмены у вас? От шести лет. От шести лет? От шести лет, да. И у них шеи не ломаются? Нет, у них ничего не ломается. У нас обычные инструктора, которые покажут, расскажут все, что нужно сделать. И при любой неловкой ситуации они всегда помогут. А сколько длится тренировка? Ведь она достаточно кратковременная. И почему? Тренировка длится 10-30 минут. Потому что 10 минут на воде заменяет час тренажерного зала. То есть, приходят спортсмены, такие именитые, кто-то боксом занимается, кто-то дзюдо, и говорят, что да мы сейчас будем тут кататься час. Я говорю, вы час не сможете, потому что вам это довольно-таки трудно, чтобы час провести себе на воде. 10 минут на воде заменяет час тренажерного зала. Как правильно новичку достаточно 10-30 минут. Но 30 минут я еще не видел, чтобы кто-то вывозил. Даже те самые именитые. Ну нет, они могут, конечно, уже там сквозь кровь и пот. Но они все равно погибают на следующий день от боли в мышце. Да, мышцы будут болеть, потому что задействованы не те мышцы, которые они у себя на тренировках тренируют, а уже другие. Скажите, пожалуйста, заявки на участие, заявки на проведение такого чемпионата, такого уровня, подавали и Москва, и Питер, и ряд крупных городов других. Водных городов, таких как Калининград, например. Почему Барнаул стал победителем, почему выбрана именно Сталица Алтайского края? Каждый год проходит собрание Федерации водолыжного спорта России в Москве, где собираются все федерации, и они уже определяют, где будут проводить соревнования. 13 федераций проголосовали за то, чтобы чемпионат России проходил в Барнауле. Мы на себя взяли эту ответственность, так как всего в федерации 23, и 10 из них выбрали другой город. То есть мы взяли большинство. А критерии отбора какие? Ну, во-первых, должен быть катер, запасной катер нужен, чтобы если катер сломается, чтобы был всегда другой, чтобы спортсмены не поехали домой без призов. Также нужен оргкомитет, также нужна федерация, чтобы она была аккредитована обязательно. В принципе, у нас все критерии были для того, чтобы провести соревнования такого уровня. Поэтому мы решили взять на себя такую ответственность и будем проводить. Вид спорта, вы сказали уже, американский, да, он совершенно не наш по духу. Вот как вы считаете, насколько он сейчас развит и чего не хватает для того, чтобы выйти на уровень? Хотя вы трехкратный чемпион России, я говорю о том, как выйти на уровень, а мировой уровень возможно ли достичь? У меня также, я не только трехкратный чемпион России, также у меня второе место на чемпионате мира среди юниоров. То есть за катером четвертое место занимал среди юниоров тоже, но это был не мир, а Европа. То есть до мирового уровня, чтобы дойти не так далеко, ну, как правило, это тоже все бюджетно. И чтобы этим заниматься, как бы, нужно быть молодым и агрессивным, так сказать. И богатым. Да, и богатым, наверное, да, чтобы и так получалось. Вас поставил отец на вейкборд, да? Скажите, как быстро вы овладели этим искусством и достигли своего уровня? Я был очень маленький, они катались за катером со своими друзьями на доске. Мне было тогда 4 года, я уже в то время начал просить, чтобы он меня научил. То есть такого, чтобы меня заставляли, говорили, вот, бери, иди делай, такого не было. То есть я просил, просил, мне говорили, что ты еще маленький, тебе еще рано, подожди. Потом, когда мне исполнилось 5 лет, у меня отец говорит, я уже, говорит, в истерике, просил, просил, уже рукой, говорит, махнул, бери доску, давай, одевайся и поехали. А маленьких досок на то время не было, и он мне дал свою. И я так встал, как на продольном шпагате, на эту доску одел жилет и с первого раза вышел из воды. И начал с этого момента кататься. Ну, кататься начал для себя, то есть помимо этого всего занимался дзюдо, занимался волейболом и гимнастикой. Также катались на сноуборде тоже. Потом уже, когда стал повзрослее, когда стало лет 13, отец спросил, какой вид спорта тебе нравится больше, в который ты хотел бы углубиться. Я выбрал в их борт. Меня отправили на сборы, мы начали тренироваться и уже после чего выезжать на соревнования российского уровня и подниматься на педестал. Потом, когда взяли в сборную России, мы начали ездить уже по чемпионатам Европы и мира. Александр, повторюсь, что не наш вид спорта и, к сожалению, в Алтайском крае очень короткое лето. Можно ли как-то тренироваться зимой? Это только снег, который тоже не сразу выпадает. Возможно ли тренировки в зале? Или все-таки вы ждете, у вас простой какой-то до того времени, пока погода не позволит? Зимой мы летаем в теплые страны, в Таиланд. Как правило, на месяц берем с собой спортсменов и там тренируемся месяц. Также там тренируется сборная России, то есть все тренера, все спортсмены российские, которые на уровне катаются, все тренируются в одном месте. Это на Пукете, там вейк-парк, он оборудованный, там можно жить. Там есть также хостел и там уже проходят тренировки зимой. В Москве и в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, еще в некоторых регионах России, то есть можно тренироваться в бассейне. То есть 50-метровый бассейн вполне подходит для зимней альтернативы тренировок этим видом спорта. То есть также стоит лебедка в бассейне, стоит трамплин и ты выполняешь какие-то элементы. У нас в крае пока что с бассейном договориться не получилось, чтобы установить там лебедку. Как бы мы предлагаем, такие установки уже стоят, стоят в Екатеринбурге. То есть я вот был, смотрел, как тренируются дети и на вейкборде, также они тренируются и плаванию. То есть к плавцу прицепляется веревка также к спине, надевает специальный корсет, выставляется скорость и он уже с этой скоростью плывет. И запоминает движение, то есть как у него при определенной скорости движется тело. После чего они это снимают и уже продолжают тренировки просто без канатно-бусировочной установки. Понимаю, что у людей, у которых есть финансовая возможность вот такой ехать на зиму, наверное, вопросов не возникает. А если есть спортсмен, у которого большое желание, талант, но нет средств, есть ли какая-то бюджетная поддержка? Компенсирует ли вам что-то правительство региона? Правительство оплачивает билеты. То есть спорткомитет Алтайского края нам оплачивает перелет, дает деньги на проживание и на питание. То есть в этом плане поддержка есть. Также, если спортсмены из не сильно обеспеченной семьи, но ему это очень нравится, то, конечно, у нас есть друзья, которые приезжают к нам на базу. У них есть катера, они все это смотрят, они видят, что дети тренируются. То, что им это нравится, мы с ними разговариваем, и они всячески поддерживают их деньгами. То есть покупают им также билеты и выделяют средства на тренировки, то есть на стартовый взнос, на какое-то оборудование. То есть поддержка в этом плане тоже есть. Итак, расскажите, когда будут соревнования? Зрителям чего мы сможем стать и куда приезжать? Соревнования будут проходить с 12 по 13 июля. Это пятница и суббота. В пятницу будет проходить первенство и полуфинал чемпионата. Первенство – это дети до 15 лет, дети до 19 лет, и мужчины после 30 лет, мужчины после 40 лет. Также девочки, дети, девочки, взрослые. Ну, как правило, взрослые девочки почему-то не выступают. Это первенство. Чемпионат будет проходить среди мужчин и профессионалов, девушки-профессионалов. То есть приедут именитые спортсмены, чемпионы Европы, чемпионы мира. Это и Санкт-Петербург, такие как Гоша Худницкий, Никита Мартьянов. То есть они именитые спортсмены, их Россия уже знает, у них очень большой уровень. Они каждый мастера спорта международного класса по этому виду. Вы принимать участие будете? Да, конечно, мы тоже тренируемся. Ездили на сборы в Таиланд, готовились к этим соревнованиям, обязательно будем выступать. Для меня это гордость, чтобы в родном городе выступить на чемпионате России. То есть для меня это честь. Я обязательно выступлю, покажу уровень, который умею, которому я научился. Нужно ли платить какие-то деньги за посещение? Как можно посмотреть на эти соревнования? Нет. Соревнования будут проходить на городском пляже. То есть на городской пляж вход для участников бесплатно. Мы со своей стороны установим палатки, где будут проходить кухни, где будут кормить спортсменов, также и зрителей соревнований. Наша задача накормить 6 тысяч человек. То есть мы планируем собрать такое количество людей. Но тут мы уже отталкиваемся от погоды. То есть если будет хорошая погода, соответственно, людей будет больше. Если будет плохая погода, то приедет уже меньшее количество людей. Я думаю, что приедет к вам, как ни странно, много людей, потому что действительно соревнования такого уровня у нас проходят впервые. Я желаю вам победы и на этих соревнованиях, и в будущем. Спасибо. Мы сегодня беседовали с Александром Бослером, трехкратным чемпионом России по вейкбордингу в кабельной и катерной версии. В эти выходные, в пятницу и субботу, ждем вас на Бурнаульском городском пляже. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова